Сибирь Доброго здравия! В эфире программа «Здоровая волна». Тема нашего разговора – сибирский прорыв из плена иллюзий к долголетию. В эпоху платных медицинских услуг, когда медики, презрев клятву Гиппократа, дружной толпой кинули заколачивать бабки, выписывая дорогущие забугорные лекарства и бады, имеет смысл напомнить соратникам, что у нас в России имеются собственные технологии и средства оздоровления организма и избавления онного от массозаболеваний, которые на порядок дешевле импортных лекарств. Вашему вниманию предлагается беседа с профессором Николаем Константиновичем Пирожковым, членом Петровской академии наук и искусств, руководителем здравницы «Сибирское здраво», автором системы здравия творения и продления активного долголетия. Николай Константинович, как бы Вы оценили современную ситуацию в здравоохранении России? Что происходит и куда мы идем? Доброго здравия всем! Если коротко, то моя оценка совпадает с выводом известного нашего ученого логика Александра Александровича Зиновьева, который оценил сегодняшнее состояние как всеобщее помутнение мозгов. И это, по-моему, в свою очередь является следствием искажения сознания людей ложной информации по всем направлениям нашей жизни и, в первую очередь, по здоровью. У наших людей сформировано иллюзорное представление о том, что в случае любой болезни найдется лекарство или лекарь, который могут исправить положение. Факты же свидетельствуют об обратном. Героями телепрограмм все чаще становятся инвалиды. Возникла даже политическая партия инвалидов. Программа инвалидизации по умолчанию реализуется. И на 2016 год численность инвалидов, по данным Росстата, достигла 12 миллионов 924 тысячи человек. А некоторые источники утверждают, что численность инвалидов превысила 15 миллионов человек. В то же время Минздраву известно, что здоровье зависит на 55% от образа жизни, на 20% от наследственности, на 20% от окружающей среды и на 5% от системы здравоохранения. Думаю, уместно обратиться к свидетельствам нашей российской истории. В сказании о русской земле Александра Нечволодова находим высказывание Михалона Литвина, посла Великого княжества Литовского в Крымском ханстве, побывавшего в России в 16 веке. Цитирую. Конец цитаты. Конец цитаты. Вопрос. Кто виноват? Конец цитаты. А исполнителями этих целей является система образования и система здравоохранения. Система образования, как нам известно, здоровьем не занимается вообще, но в то же время активно способствует формированию больного человека. В школу приходят у нас, принято считать, 5-10% условно здоровых детей, а после школы здоровых не остается. Здравоохранение, в свою очередь, направляется по ложному пути лечения симптомов, а не причин, и не внемлет нашим гением русской медицины. Известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов писал, цитирую. В новом наступившем веке клиницисты пересмотрят свое отношение к лекарственной терапии. Чтобы повысить качество лечения, надо отказаться от фетиша лекарств, от веры в их могущество и незаменимость. Врач не должен считать лекарство главным орудием в борьбе за здоровье больного. Если врачи хотят успешно лечить своих пациентов, они должны перенести центр тяжести при лечении на организм больного, на его внутренние возможности и резервы, на мобилизацию собственных сил организма в борьбе с болезнями. А другой ученый, основоположник русской хирургии, мой тезка Николай Иванович Пирогов, наставлял, цитирую, «Будущее принадлежит медицине предохранительной, которая, идя рука об руку с государством, принесет великую пользу Отечеству». Николай Константинович, Вы в своих выступлениях и публикациях утверждаете, что Ваша русская система здраветворения – реальный путь не только восстановления здоровья отдельного человека, но и здоровья общества в целом. Почему? За этим утверждением стоит моя 23-летняя практика, во-первых, и практика моих коллег-сибиряков по исцелению людей. А как известно, критерием истины любой теории есть практика. Этой многолетней практикой мы доказываем утверждение академика Николая Амосова. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Более того, мы не просто оздоравливаем человека, а возвращаем его к активной долголетней жизни, тем самым укрепляем национальную безопасность России, которая, по определению генерала Леонида Ивашова, состоит из способности нации обеспечить самосохранение, самовоспроизводство и саморазвитие. Как это можно сделать с больным населением? Вопрос. В настоящее время русская система здраветворения – это синтез трех сибирских технологий. Мы давно сотрудничаем с научно-производственной фирмой «Исследовательский центр» и с Центром квантовой медицины профессора Маркова в Новосибирске. Но сейчас мы объединили наши усилия и получили утроенную систему восстановления и сохранения здоровья, которой нет, я уверен, равных ни в России, ни в мире. Вот эти технологии. Первое. В основе этой технологии лежит фундаментальное открытие в области управления клеточными структурами профессором Марковым. Известно, что каждая клетка организма связана информационно, будем называть, с космосом. Клетки всех живых организмов разговаривают между собой. Болезнь клеток или их здоровье есть результат управления, то есть воздействие информации. Вот на этом, как я называю, микроуровне, клеточном, работает успешно много лет технология профессора Маркова. Николай Константинович, я предлагаю вам отдохнуть, а к микрофону приглашаю профессора Маркова Геннадия Александровича, который расскажет нам о себе и своем изобретении об управлении наследственными структурами. Сначала я рисовал хорошо, потом, это в 16 лет, с 7 класса поехал в Ташкент поступить в художественное училище. Там как раз 7-летка сменилась на 8-летку, и я не попал. Поэтому в вечерней школе закончил 8 класс и работал на фабрике медиа. Это крупнейшая стройка была в Советском Союзе. Потом я как раз, когда закончил 10 класс, я поехал в Новосибирск с учетом, чтобы поступить в институт работать. Поступил в институт математики. Потом из математики я ушел в ядерную физику, потом из ядерной ушел в институт неорганической химии. И везде я успевал получить патенты на разные изобретения. Причем изобретения такие, все были удивлены, что такие изобретения можно было сделать. А потом создал такие изобретения, которые стали открытием, до которых не могли додуматься. 340 лет, 200 лет, 176 лет после ФРД, например. То есть открытий таких много. Эти открытия защищены уже международными патентами в Канаде, в Корее, Евросоюз полностью европатенты. Сейчас вот 3 европатента уже есть. 1 европатент, чтобы использовать, допустим, соль, сахар и соль, сахар, мед. Это пионерное у меня изобретение, которое становится лекарственным, если правильно его использовать. 16 лет Евросоюз пытался отказать, что такого быть не может. Потом выдали, в срочном порядке выдали. И сейчас есть европатенты. По онкологии, бич всего населения, массовые идут заболевания, на уровне инфекции уже. Во всем мире это химотерапия, операция и обучение. Мы делаем по-другому. У нас эта онкология лечится вообще. Нейтринные пушки, против которых вступает, что такого не может быть, потому что никто в мире не знает, что такое нейтринные. А я давно создаю нейтринные генераторы. И уже на протяжении лет 20 лечим нейтринными пушками онкологию. Причем, и так как нейтринно все проникающее, что сами академики доказывают, то как раз мы никогда не раздеваем человека. Мы просто приводим человека, садим его прибором и направляем на патологию излучателя. И все. Но суть-то в том, что так как я являюсь автором открытия управления наследственными структурами при помощи мутагенных кодов, то я знаю, какую длину волны подобрать, ее структуру, чтобы она убивала только раковые клетки, не задевая здоровые. Поэтому человек спокойно может сидеть перед этой пушкой, если здоровый, он только оздоравливается. Если у него есть какие-то больные клетки, они погибают. Прежде чем создавать вот эти приборы, я все изучал на клеточном уровне. И более того, одноклеточные организмы, они оказываются настолько умные, причем это у меня доказано все на самом высоком уровне, что одноклеточный организм, он предвидит то, что мы не можем еще предвидеть при помощи приборов. Вот это все надо было исследовать и понять, как, на каком языке они получают информацию. Эту информацию они когда-то получают при помощи нейтринного излучения. Потому что нейтринное излучение, вот даже если взять энциклопедию за 73-74 год, Большую советскую энциклопедию, там четко написано, что от Солнца поступает на каждый сантиметр поверхности Земли 60 миллиардов нейтрино, ну с низкой энергией, в секунду. Но если бы эта нейтрино взаимодействовала с нами, мы бы сгорели мгновенно. А так получается, что мы, просто сквозь нас проходят, а мы не знаем и не чувствуем. Так вот, мои нейтринные пушки, они отличаются тем, что можно на нейтрино, на поток нейтрино, или вот на каждый квант нейтрино, можно записать информацию в такой форме его, породить, чтобы он еще внес информацию на клетку, и тогда, проходя сквозь клетку, он вставляет эту информацию, и получается, что клетка при помощи этого получает информацию и начинает уже заранее готовиться. Либо ей продолжать дальше спать, либо надо уже готовиться к тому, чтобы проснуться и перейти в стадию активной жизни. Нейтринным прибором обрабатывают человека, который просто возбуждает клетки, их реанимирует, и причем эти резонансы, вот все, которые вот нейтрино, они с определенным резонансом, для оздоровления тканей. Я не делаю резонансов нейтрино, которые бы убивали бы клетки. Но информацию оставляет, проходя по тканям, она дает им информацию. Проходя по онкологической ткани, или, например, воспалительная какая-то ткань, она тут же дает команду на регенерацию. Так вот, наши пушки нейтринные, они как раз модулированы так, что настроены только на поражение клеток, у которых нарушен генотип человека. И поэтому я спокоен, что когда человек ложится на установку, то у него будут удаляться только клетки, которые имеют нарушенный генотип. Я взял у одного одуванчика, отщепнул кусочек кончика листа, взял его, обработал и посадил его в банку с землей. И выросло большое дерево, я рукой не мог достать. Вы слушали автора технологии, которую применяет Центр квантовой медицины профессора Маркова. Не просто, ох, не просто жить на свете, Но здорово на белом свете жить, Закаты провожать, встречать рассветы, Работать и влюбляться, и дружить. Барьеры нам вперед бежать мешают, Преградам на пути теряешь счет, Ведь жизнь, она как сессия большая, На человека каждый день зачет. Молодые годы, звонкие пути, Сквозь огни и воды хочется пройти, Учимся работать, учимся дружить, Учимся на белом свете жить. Студент перевернуть планету хочет, Ему порой вселенная весна, В студенческой груди любовь локочет, В студенческой душе поет весна. Молодые годы, звонкие пути, Сквозь огни и воды хочется пройти, Учимся работать, учимся дружить, Учимся работать, учимся дружить, Учимся на белом свете жить, Учимся на белом свете жить. И вновь у микрофона Николай Константинович Пирожков, Автор системы «Сибирское здраво». Вторая технология, она стоит на фундаментальных открытиях в области микробиологии. Коллектив ученых, руководитель Левяк Александр Иванович, Сегодня не является секретом, Что в организме человека в среднем живут около 4,5 килограмм бактерий, В том числе и наши защитники. Если защита успешно выполняет свою роль, То оснований для болезни на бактериальном уровне нет. На этом, как я называю, милеуровне, бактериальном, Много лет успешно работает коллектив сибирских ученых. Николай Константинович, у вас пауза. А мы слушаем соавтора и руководителя Исследовательского центра Александра Ивановича Леликан Об еще одной составляющей сибирской прорывной технологии. Речь идет о технологии создания живых препаратов С управляемыми свойствами. В данном случае это свойство Имеет отношение к нормализации микробных составов В различных экологических сообществах. Это может быть вода, почва, Кишечник, скажем, животного, Либо поверхность его кожи, Либо люди с аналогичными проблемами, Как и у животных. Царство микробов обширно, В нем много родов, видов. Из всего царства микробов выбран специальный род, А в нем вид, Которым записано максимальное количество информации В его, скажем так, бортовом компьютере, в ДНК. И мы научились инициировать его способности В нужную нам сторону. Тема начинается, наверное, Где-то в годах 39-х прошлого века. И связана она с войсками вермахта. Первый раз на этот род и на этот вид Обратили внимание специалисты вермахта В период, когда они пытались захватить Африку. Там случилась серьезная проблема. Егентерией заболели обе стороны. И арабы, и немцы. Но арабы вылечились первые. Немцы подсмотрели, что делали арабы, А арабы ели какашки верблюдов. Немцы позвали ученых, И они разобрались, от чего же арабы выздоровели. Оказалось, что этот эффект был обеспечен Бактерией Bacillus subtilis, Выделенной из навоза верблюдов. Специалисты-микробиологи тогда разработали Первый препарат, который сегодня называется Пробиотики, да? На основе бактерии рода Bacillus. Он был внедрен в войска для профилактики И лечения дизентерии. Дело в том, что штаммов много. Если я говорю Bacillus subtilis, да? То на сегодня мы знаем, скажем, бактерии этого рода и вида Более трех тысяч. Все они разные. А вот второй раз в истории человечества, Во всяком случае, за последние две тысячи лет, К этой теме вернулись специалисты Закрытой секретной организации Советского Союза, А это микробиопром Советского Союза, Который был создан для решения задач, Связанных прежде всего с ликвидацией катастроф биогенного характера. Были перебраны тысячи и тысячи вариантов различных культур В поисках нужных свойств. Среди этого многообразия исследованных микроорганизмов С нужными свойствами все-таки оказались те, Которые вот и немцы нашли. Это бактерии рода Bacillus. Они остановились на двух видах. Это Bacillus subtilis и Bacillus lecineiformis. Лучшие штаммы, найденные в рамках этого мира, Были переданы в головную структуру организации. А это в Новосибирске наш всеми узнаваемый, наверное, вектор. На тот период он назывался научно-производственное объединение, НПО «Вектор». Работы велись очень активно. Вектор до 90-го года всего 10 лет, так сказать. Вместе со стройкой он просуществовал И вместе со стройкой занял лидирующие позиции в СССР. И не только в СССР, пожалуй. Таких структур на земном шаре и сегодня всего две. Атланта и вектор Кольцова на Вокограде. В Векторе не только нужно было разработать технологию Массовой наработки препарата на основе живой культуры, Которая способна так изменить организм человека, Чтобы он оказывал эффективное противодействие любой инфекции. Была сделана попытка успешная, Один из штаммов модифицировать таким образом, Чтобы его свойства были еще дополнительно во много раз усилены. За счет стройки специальной структуры, так называемой плазмиды. То есть это образование, которое в микромире, Оно, так сказать, во всяком случае по размерам до вирусов. Это очень маленькое образование. Смысл его в том, что в клетках он живет в виде симбионта. Как бы они дружат. Эти клетки используют плазмиды для защиты от внешних отрицательных факторов. Плазмида это, ну можно провести такую аналогию с современным ксероксом, копир. Но он выдает не тексты, а выдает копии белковых молекул. В данном случае на векторе была осуществлена первая в истории Земли За эти последние 2000 лет сборка первого живого искусственного объекта, вот плазмиды. И эту плазмиду в той же лаборатории удалось успешно встроить В клетку микроба бациллосубтили. То, о чем я сказал, это живые препараты. На сегодня у нас в разработке еще целый спектр различных видов рода бациллос. Сегодня мы работаем не только с родом бациллос. Функция и цель это оздоровление окружающей реальности. Я не оговорился именно реальности, потому что мы способны очистить, скажем, от загнивания, предотвратить водоемы любого размера. Мы можем существенно, во всяком случае, снизить процент использования удобрений в сельском хозяйстве. Это все делается с помощью живых препаратов, живых культур, микробов, которым мы придаем нужные свойства. Действия разбивать на человеческий организм и нечеловеческий организм особого смысла нет, поскольку принципиальный подход, он одинаков для любого микробного сообщества. Этот микроорганизм, который действующий, начало препарата, настроены они таким образом, чтобы они умели нормировать микробный состав в соответствии с эволюционной нормой. Это даже не наше изобретение и не изобретение того огромного авторского коллектива. Мы поняли, как в природе это все происходит. А в природе это происходит регулярно, ежедневно. Вы сами состоите из микробов на 2-3%. Вот если вы нарушите микробный состав, то у вас организм будет болеть. В основном почему? Потому что эти микроорганизмы участвуют в организации структуры защиты от вредных факторов внешней среды. Микробиологи называют иммунитет, но иммунитета маловато. Давайте говорить о защитных системах в организме. Они защитные и регулирующие. Они поддерживают ваш так называемый гомеостаз, то есть постоянство состава. То есть если вы будете иметь возможность поддерживать гомеостаз, то есть постоянство состава, то срок вашей жизни не будет ограничен. А качество жизни, соответственно, будет высоким. Вы не будете болеть, во всяком случае, сильно. Вы будете творчески активны. Вы будете жить дольше. Эти микроорганизмы природой самой поставлены на место нормировщиков микробного состава. Вследствие чего ваши защитные и регулирующие системы, если, так сказать, микробный состав будет нормальный, будут работать оптимально. А в оптимальном режиме вы способны защититься от любой инфекции. Вы слушали соавтора и руководителя научно-производственной фирмы Исследовательский центр о прорывной биотехнологии сибирских ученых, с которой не страшен любой грипп, в том числе и птичий, атипичная пневмония и прочие страшилки. Продолжаем разговор с профессором Пирожковым Николаем Константиновичем. И третья составляющая нашей русской системы здравоотворения – это достижение практической психологии. Задача этой третьей составляющей состоит в том, чтобы привести или вернуть внутреннюю среду организма к ее нормальному состоянию. Это я называю макроуровнем, то есть уровнем организма в целом. Мы своим поведением, образом жизни активно влияем на внутреннюю среду организма, делая ее агрессивной по отношению к нашим защитникам, бактериям. Тем самым, мягко говоря, ослабляем иммунитет. Более того, передача информации в организме становится затруднительной, что нарушает работу системы самоуправления организма. Эта ситуация ведет к обезвоживанию, закислению организма и к нарушению работы системы выведения. Таким образом, три главные системы выводятся из строя, и организм начинает болеть и разрушаться, стареть. Мы исходим из того, что лекарства от всех болезней нет и быть не может. То есть болезнь – это следствие поведения человека. Поведение – это система привычек, а привычка, как известно, вторая натура. В этом заключается поведенческий подход в системе здравоотворения. От привычки лекарства нет. Есть инструмент, который мы называем практической психологией, позволяющий на любую привычку сформировать отвычку и нормализовать внутреннюю среду в организме. В свою очередь, это гарантирует нормализацию биоценоза организма и восстановление его защитных функций с применением бактериальных препаратов, разработанных микробиологами. Также это обеспечивает нормальную среду для передачи информации управления клеточным структурам по технологии профессора Маркова. Таким образом, при применении трех вышеперечисленных технологий, три главных системы организма человека, а именно система управления – эндокринная система, система защиты – иммунная система, и система выведения начинают выполнять свои функции, и человек становится практически здоровым. Применение других подходов, как правило, ведет лишь к временному улучшению здоровья. Оздоровление по системе русского здравоотворения – это путь к естественному здоровью, к активному долголетию, независимо от возраста. Официальная медицина утверждает, что здоровье зависит на 55% от образа жизни, на 20% от наследственности, на 20% от окружающей среды, на 5% от медицины, как мы уже раньше сказали. И отсюда понятно, что 95% здоровья следующему поколению обеспечивают ныне живущие, научая его своему поведению, оставляя ему окружающую среду, передавая свою наследственность, а, как известно, от худого семени не жди хорошего племени. Николай Константинович, Вы считаете, что утроенная сила сибирских технологий любого человека сделает здоровым? Да, безо всякого сомнения. Исключения только могут быть для зомби и тех, кто не хочет быть здоровым. Дело здесь в том, что мы знаем главную причину всех повреждений, болезней. Это цивилизотоз, основным вирусом которой является вирус лжи. Мы владеем технологией устранения этой причины навсегда, на всех уровнях человеческого организма, а именно на макроуровне, на милиуровне и на микроуровне. Посмотрите на все предложения на рынке здоровья с позиции причины. Вы не найдете никаких упоминаний о причинах болезни. В лучшем случае следствие выдаются за причину, но найдете сказочное оздоравливающее воздействие предлагаемого препарата, прибора, метода и прочее. Все направлено на лечение симптомов, но не причин. Наша технология русского здравоотворения – это утроенная сила сибирских технологий, это продление активного долголетия, это увеличение энергетики для спортсменов, им не будет равных, это улучшение мыслительной деятельности для учащихся и студентов, это рождение здоровых детей, здоровых родителей, это увеличение работоспособности для всех занятых активным трудом. И много еще всякого положительного, что нужно человеку для нормальной здоровой жизни. Николай Константинович, тогда Ваша методика должна быть основой государственной президентской программы здоровья нации. Теоретически, да. Если обратиться к посланию президента Путина Владимира Владимировича в 2016 году, он сказал, цитирую, «Наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развития, образования и культуры». Конец цитаты. Но, к сожалению, пока ни отдельные составляющие комплекса, ни весь комплекс, в целом широко не востребованы системы управления для реализации президентской программы оздоровления. И мы это делаем снизу, не дожидаясь приглашения. Предоставляем возможность всем здравомыслящим людям решить свои проблемы радикально и навсегда. Для этого надо вырваться из плена иллюзий, которые базируются на двух основных постулатах современной медицины и приведены ниже в формулировке кандидата медицинских наук кардиолога-сонолога Арусяк-Налян. Во-первых, это теория рационального сбалансированного или попросту смешанного питания. Во-вторых, теория аллопатической, химической, лекарственной, по-другому сказать, медицины, как единственно правильной и научной. Обе эти теории являются порождением 20-го столетия, самого парадоксального в истории человечества. Сегодня не вызывает сомнений, что, несмотря на прогресс в познании физического мира и разработку высоких технологий, век этот был весьма отступническим от идей гуманизма и целостности мировоззрения. Именно тогда было создано самое мощное, смертоносное оружие вообще и ядерное в частности. Но, на мой взгляд, не меньшую угрозу представляет и два общепринятых научных тезиса. Первый. О том, что человек может есть все, что захочет, и как захочет, лишь бы дать организму все необходимые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, макро-микроэлементы, и запивать еду, что в практическом плане превращает жизнь в постоянное перекусывание в перемешку с обильными застольями. Второй тезис о том, что при любых проявлениях болезни, будь то температура, общее недомогание, желудочно-кишечный дискомфорт и так далее, можно найти несложное решение проблемы либо в аптеке, либо в крайнем случае с помощью хирургического ножа. Это обслуживание взяла на себя умная наука, медицина, освободив занятого человека от излишних забот, связанных с собственным здоровьем. Заинтересованных в здоровье свое население или работников свое предприятие, к сожалению, до сих пор обнаружить не удалось. Мои коллеги Марков Геннадий Александрович и Лиляков Александрович за пределами России знаменитые, известные хорошо, а в России их разработки малоизвестны. Я уверен, будущее за нами, только приход его еще через 10-15 лет уже никому не будет нужен. Цивилизатор сделает свое дело, а зачем рабам здоровья или дары свободы? Я с моими коллегами продолжаю выполнять завет моего тезки и гения русской медицины Николая Пирогова, будущее за медициной предохранительной, которая, идя рука об руку с государственную, принесет великую пользу Отечеству. И надеемся, что наша работа не попадет под гильотину комиссариата от медицины, которая одним ударом закрыла гомеопатию. Сибирский прорыв – это реальный заслон геноциду, дебилизации, инвалидизации, разрушению личности и общества. Главный ресурс страны – человек здравомыслящий, который, слушая, слышит, а глядя, видит. Всем желаю крепкого сибирского здоровья и поверьте, быть здоровым всегда – это счастье. Будьте счастливы! Белым заваном лежат снега бескрайние, В доме радость не увидишь и во сне, Белым заваном лежат снега бескрайние, Брат живой вернулся, не беда, что раненый, Если даст Господь поправиться к весне. Братан поправится, с бедою справится, На Ванькам-станькам горе не беда. Бог даст их нам потом, вернется счастье в дом И не покинет больше никогда. Бог даст их нам потом, вернется счастье в дом И не покинет больше никогда. Стерпим в жизни все мы, Ваньки, встаньте русские, На свою судьбу пенять великий грех, Там, где счастье, там всегда ворота узкие, Не хватает счастья, видимо, на всех. Небо синее лежит под белым саваном, В основании триколора наша кровь, Брат живой домой пришел, и это главное, А поставит его на ноги любовь. Братан поправится, с бедою справится, На Ванькам-станькам горе не беда. Бог даст их нам потом, вернется счастье в дом И не покинет больше никогда. Бог даст их нам потом, вернется счастье в дом И не покинет больше никогда. Братан поправится С бедою справится Нам Ванька встань, Комгоре не беда Бог даст и к нам потом Вернется счастье в дом И не покинет больше никогда Бог даст и к нам потом Вернется счастье в дом И не покинет больше никогда Благодарю всех участников нашей программы Вы слушали программу «Здоровая волна». Мы вели разговор на тему «Сибирский прорыв из пленной иллюзий к долголетию». Программу вела Галина Меркулова. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok